Я тебе могу даже показать у черного такие бубенцы Ерчик, где бубенчики? Где яйки? Ер Так, это наша чарочка Это моя самая первая собака Она еще после родов чуть не обросла Она у нас юный чемпион России, чемпион РКФ И взрослый чемпион России Это Ерчик Это наш самый главный мальчик Он у нас тоже юный чемпион России Двухкратный чемпион РКФ Чемпион Грузии, чемпион России Кандидат в интерчемпионы Это Няша, собака Тумба Няша Где Жизелинка? Ну вот это маленькая Жизель ее словить невозможно Это Чарочкина дочка А это Шмот Потому что Ну во-первых, в стоимость щенка всегда вкладывается ценность его родителей Титулованность родителей И Ну есть хорошие щенки, а есть плохие Ну как бы Калина тоже машина Как бы есть щенки по 20 тысяч То есть, ну там соответственно и щенок такой будет И есть щенки дорогие Вообще, если брать рыночную стоимость У нас очень любят люди покупать собак на Авито почему-то Они не идут в клуб Они идут на Авито Они считают, что, ну, наверное, там круче, прикольнее, не знаю Вот На Авито можно найти, ну, что-то отдаленно похожее на шпица За, ну, тысяч, наверное, 15-20 То есть Это не будет хороший щенок Никто вообще никогда в жизни даже не поймет, во что он вырастет Это так 15 тысяч отдай и смотри, следи, что будет расти Вот И не факт, что это животное будет здоровым Вот А у приличных нормальных заводчиков по региону Собаки стоят от 30 тысяч рублей Кобели и выше Стоимость выше, это даже, ну Я даже не могу Ну, вот я знаю лично несколько собак, которые стоят по полмиллиона От российских производителей Знаю собак, которые привезены из Америки, из Канады, из Таиланда Которые стоят по 10-15 тысяч долларов Вот Поэтому до такого лимита не существует Вот А если, допустим, ну, есть щенки, очень красивые, очень хорошие, замечательные Но есть такая мерзкая дрянь генетика Она взяла и дала где-нибудь на грудки или на лапки пятнышка То есть автоматически этот щенок брак по окрасу Ставится по меткам в метрике Он с документами, он с клеймом, с чипом Совсем все у него в порядке Но стоит он там 1025-30 рублей Потому что это брак И продавать брак, ну, дороже, чем Можно продать что-то бракованное, как бы, ну, нельзя Щенок здоровый, все у него хорошо, но у него пятно Это не породно Собаки, они не нужны Они нужны хозяину Если человек в дальнейшем захочет заниматься разведением Либо повезти свое породное животное на выставку Ему необходимы документы Есть люди, которые просто хотят себе самую лучшую собаку в помете С документами Но никогда ее не использовать ни в какой племработе Ни в выставочных никаких мероприятиях А есть люди, которые хотят удешевить отсутствием документов Но это внеплановые вязки Поэтому это никаким образом не удешевляет стоимость щенка Потому что уже за все заплачено Теоретически, да Все зависит Но вообще, конечно, добросовестный заводчик всегда своего ребенка примет обратно домой Все зависит от причины У меня был случай, когда купила очень приятная семья щенка Но так получилось, что через где-то неделю выяснилось Что у ребенка просто страшенная аллергия Но ребята были очень хорошие Мы до сих пор с ними дружим общаемся Но вот девочку они мне вернули А если... Ну ты в любом случае Как бы нормальный заводчик всегда в любом случае Возьмет своего щенка обратно Вопрос возврата денег Не факт, что верну деньги В щенка могу забрать А если это просто потому, что мне не нравится Или надоело, или еще что-то Как бы, ну, за свои ошибки надо платить Либо возвращается какая-то определенная стоимость Определенный процент от стоимости щенка Есть питомники, в которых это конвейер У меня это не конвейер В силу того, что у меня небольшое количество собак И, ну, это больше хобби А там, где свыше 50 собак Это, наверное, да Это даже не конвейер Это инкубатор В зависимости от особи Щенки У них отдельный щенячий корм Они едят от 40 до 60 грамм в сутки Этого корма Взрослые собаки Ну, корм рассчитывается по весу собаки То есть, ну, так же где-то от 50 до 80 грамм в сутки В месяц на одну собаку Ну, вот, на кормежку Ну, грубо говоря, на кормежку витаминки Там какие-то ништячки и вкуснешки Уходят, ну, где-то, наверное, условно Ну, грубо говоря, рублей, наверное, 800 Ну, вообще, ради щенков, ради собак своих Блин, да, наверное, на все Ну, вот, начиная от моего вчерашнего деяния Моей новой красивой татуировки Которая еще не закончена Заканчивая три года без поездок на море Год без замены машины Забить на все и потратить, там, я не знаю Там, ну, тысячу евро на то, чтобы сгонять собакой на выставку Ну, вот, как-то так Ну, все, там, на два дня Блин, на много я их очень люблю Если это просто обычный владелец То понты У меня клевая собака Если это просто владелец с одной собакой Как бы, вот, я такой нарядная У меня вот такая крутая собака Она выигрывает на выставках Но, как правило, если один единственный владелец Как бы никто у нее ничего не выигрывает Вот, ну, что-нибудь там выиграет когда-нибудь Вот А для питомника, ну, как бы, по сути Ты показываешь своих собак Своё, как это любят называть Но у меня язык не поворачивается Но все-таки, скажем, поголовье Поголовье у меня Ну, я прям не могу Это мои лялечки, собачки мои Но не поголовье Вот Это титулованность животных в питомнике То есть, показать то, что у тебя собаки Вот, ну, кобели достойны прийти к ним на вязке То, что они там закрыли там себе Юного чемпиона России Чемпиона России Там кандидата в международный Там еще несколько стран Но, по сути, это сугубо только для владельца этой собаки Для, ну, для владельца питомника То есть, это что-то значит А собаки вообще по барабану на эти выставки Есть некоторые собаки Которые вот у меня, например, чара Она любит, ей нравится, у нее кураж Ерчик Его только машину посади Он понимает, что он едет на выставку Он уже устал Он уже не желает вообще ни в коем случае никуда ехать Он хочет спать Вот Даже если бы там прилетели в Москву На какую-нибудь крутую выставку Все, собака стоит, спит Он не желает Он все Уйди от меня вон Дай вкусняшку Я пойду лягу куда-нибудь Те, у кого комбейер Возможно Что-то Ну, невозможно А что-то и зарабатывают Там топовые заводчики У которых огромное поголовье Которые тратят там миллионы На выставки Там катаются со своими собаками Ну, как бы, да Они что-то зарабатывают Ну, не могу озвучить сумму Потому что не знаю Комбейера не имею Вот Большая часть денег Львиная доля, наверное Даже денег Которые зарабатываются на щенках Они Вкладываются обратно в собак То есть Либо ты покупаешь еще одну собаку Ты закупаешь корм Ну, вот условно Теоретически Возьмем абсолютно условную сумму 100 тысяч рублей Да Продан щенок за 100 тысяч рублей Ты тут же заказал там Допустим На пару месяцев вперед Себе там Три мешка корма Что это делает Там 15 тысяч рублей Ты поехал раз в год Провакцинировал всех своих собак Это еще там по полторы тысячи рублей Там, ну, условно На 10 собак Это 15 тысяч рублей Ты купил собакам Какие-то лежанки Какие-то витамины Закупил шампуни Которые Ну, людям не всем Такие шампуни снили Сколько стоят собачьи шампуни Ну, вот условно Кега стоит в районе Пяти с половиной Шести тысяч рублей Шампуня И столько же кондиционера Вот Поэтому все это по сути Как бы, ну, остается собакам Ну, и пойдешь Купишь себе какие-нибудь там Джинсы тысяч за шесть За семь Такой нарядный Я отработал Я отгреб говно Целых три месяца Можно мне за это джинсы? Покупают щенка Да Там, условно Там, в Штатах В Штатах адовые цены На хороших производителей Там собака Ну, кобель Стоит там 15-20 тысяч долларов Покупают щенка Вроде у него все нормально С зубами Фигак В шесть месяцев У него не вырастает Один резец Там, условно Прикусу так вот Уходит там В перекус какой-то Ну, что делать Ты за собаку 15 косарей отвалил Ну, надо же что-то с ним делать Идут, берут Импланты ставят Яйцо у кобеля Не вылезло Бегут К пластическому хирургу Катают Из чего тетенькам Сисечки делают Яичко И вставляют Собакам Последние четыре года Собакам Неоднозначные Для кого-то Я знаю прекрасных заводчиков У которых и шпицы И дети А то и по трое И по четверо детей То есть, ну, и тем и тем Уделяются какое-то время Ну, на данном этапе Моей жизни шпицы Когда-то В далеком прошлом Я была маркетологом И переводчиком Америка Почему? Я там выросла Мама Чара, ер, няша, габи Скорей, скорей, скорей Скорей, скорей Булочка Субтитры сделал DimaTorzok